Студия 89,9. Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым. Да, друзья, Брэндон Стоун рассказывает, певец-композитор, саунд-продюсер и аранжировщик. И мега-мега известный человек не только в нашей стране, но и за пределами её. Конечно, Вахтанг, чемпион мира по битбоксу, президент Федерации. Я всё время вот это вот путаю. Слушай, восьмикратный человек, основатель России, чемпион мира, чемпион всего-всего, и мы понимаем, что к нам пришли грузины. Итак, пожалуйста, Вахтанг, рассказывай нам про Евровидение, как всё случилось. Была идея, когда-то мы с Этери Берияшвили, которая также с нами пела вместе песню «Гэри и Сон», у нас было трио, мы записали новую песню год назад, и она нам так понравилась, я говорю, слушай, это может быть песня для Евровидения. Вот он говорит, давай-ка подождём годик, как раз я знаю, куда посылать заявки. И мы подождали один год, послали эту песню, и нас, конечно же, сразу же взяли в финал уже даже. Ну, конечно же. Финал отборочного. Брэдд не сомневался, да. Нет, совершенно не сомневался, но уже в течение этого года произошло много всего. Понялась песня «Она». Мы с Вахтангом столько вместе выступаем, пишем вместе, да, поём, что я говорю, а как же без Вахтанга же? Нет, Этери, я говорю, надо вместе с Вахтангом. Брат не простит. Не простит. Без Вахтанга говорит никак, но я, собственно говоря, как. Он сразу подключился к этому движению, потому что Евровидение я обожаю, я всегда смотрю, и хотела занимать первое место, но, к сожалению, вот это еще раз рассказывает Брэндон Стоун. А, ну тут даже не к сожалению, мы, нас не предупредили, вот так вот сказать, потому что мы думали, знаете, как происходит... Не знаю. Вот, не знаете. Я очень много писал песен для Евровидения, для Литвы писал, очень много песен, очень для Армении писал, по-моему, для Белоруссии. Мало для кого не писал, давай так. То есть в финале они участвовали в оригинале. Можно сказать, что ты автор песен для Евровидения. Это да, тоже. И не только. Обычно это происходит, да, ты приезжаешь, поешь свою или свою песню, или тебе ее дают. В этом нашем контексте получилось, что мы написали уже песню и едем с этой песней. Приезжаешь, выступаешь, если нравится песня, то тебе ставят номер, танцоры, пианино, я не знаю, все, что ты хочешь. Готовится полгода. Да-да-да, пиарят, пиарят, пиарят. Мы приезжаем в Грузию и видим, что все, кто там живет, грузины, приготовленные номера, танцоры, там все, нам ничего не сказали. Мы приезжаем, думаем, сейчас споем красиво песенку. Ну, вы так красивые, ребята, ну что вам? А они говорят, и пошли, а мы уже полгода, оказывается, там свет только ставим, мы полгода уже костюмы шьем. Я говорю, Вахтанг, по-моему, у нас здесь проблемы. На следующий год нам, по-моему, да. Потому что, я говорю, мы приехали реально достойно петь класс. Кстати, песня была лучшая, это я могу сказать сто процентов. Сегодня фрагмент послушаем этой самой песни. Ну, кстати, победительница Тако, она достойно мне этому представит. Ну, мы как истинные мужчины-джентльмены, конечно, разумеют другому сказать. Поздравляем ее, я думаю, что она... Она молодец. Ребят, вы тоже молодцы, и мы сейчас хотим послушать песню в исполнении вас. Ту самую песню, благодаря которой вы когда-то объединились, и появился вот такой замечательный дуэт Вахтанг, Брэндон Стоун. Конечно. Концертный зал, телерадиоканал Страна ФМ. Все живьем. Только живьем, да. Поехали. Я немного подфонограмму еще. Тебе можно. А это наша новая песня. Как? А, вот так, да? Метель? Ну, отлично. Ну, ладно, значит, метель. На обложку глянца я смотрю, и знакомый нежный взгляд ловлю. Как же это может быть? Не могу ее забыть. Что же делает судьба со мной? Утром просыпаясь я с другой, вспоминал ее, вспоминаю все, но... Метель. Метель. Между нами вновь игра, с ней я нахожу себя, но теряю тебя. Метель. Как же дружбу сохранить? Может, стоит уступить? Это все опять. Метель. Метель. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Но цветут в душе акации. И уже мерцают огоньки. Я ее нашел опять. Но готов не терять. Знаешь только ты и только я, что она мне небом суждена, но счастье ты обрел и вернул покой, как же я могу так играть судьбой? Счастье ты обрел и вернул покой, но метель, между нами вновь игра, с ней я нахожу себя, но теряю тебя, метель, как же дружбу сохранить? Может стоит уступить, это все опять, выхода-выхода нету, кто же я держал победу, но знай, с ней это навсегда. Знаю я, знаю я, друг мой, что она с тобой, но прошу одно, береги ее, метель. Метель, так же дружбу сохранить, может стоит уступить, это все опять. Метель, между нами вновь игра, с ней я нахожу себя, но теряю тебя, метель, как же дружбу сохранить, может стоит уступить, это всю любовь дели. Браво! Браво! Браво, метель! Случайно перепутали треки, но хорошо, что мы начали, наверное, с этой песни. Ну, это же мой эфир, да, это же новая, конечно, она появилась буквально там в декабре прошлого года и стала как раз продолжением песни «Она». Именно так. Значит, мы вправе ожидать продолжения песни «Она и тень». Когда будет капель уже теперь? Когда они уже наконец-то кто-то поженятся. Потом разведутся и она выйдет все-таки замуж за другого. Получается, музыкальный сериал просто какой-то, да? А почему бы нет? Кто еще такое делал? Кто еще такое делал? И тогда уже на Евровидении с отдельным просто огромным полчасовым таким номером. Слушайте, ну, чтобы закончить вот тему Евровидения, скажите, на следующий год уж тогда, если семнадцатый год пропускайте, будет ли от вас что-то? Время-то есть еще, ребят? Время-то есть еще, ребят? Если, я думаю, что... Давай, может так сделаем? Мы скажем так, если нас официально прямо пустят в финал Евровидения уже на Евровидение, тогда мы тогда поедем, а на отбор нет уже. Брэд, ты же знаешь уже секрету стиха. Ребят, вы же уже знаете, что нужно самое главное начать уже сейчас готовиться и ставить концертный номер, чтобы все, песни, пляски, свет, да. Я буду выходить зайчиком, сказал вчера Вахтан. Ну, мы хотели уже там как-то разнообразить. Это же отдел специального. А у тебя медвежонок себе. Ну, медведь, да, мы видели тебя медведем, тебе очень идет, да. Уже, да, ну, все, значит, я одену костюм медведя и буду выступать. Вахтанг, Брэндон, как получилось так, что вы все-таки стали вместе сотрудничать? Вы выбили сейчас, ребята, кто слушает нас, они смотрят. Я расскажу небольшую историю. Вахтанг, классно, расскажите тогда. Однажды, когда мы встретились в горах... Александр, заливай сейчас в эту спорту. Нет, если честно, было это так. Собственно говоря, мы выступали вместе на одном волшебном концерте с прекрасной Ириной Дубцовой. У нас были дуэты с ней, у нее был сольный концерт, это было в Крокус Сити Холли. Да, да, да. И я слышу знакомые звуки, доносятся как эхо для меня. Очень сладострастная такая звук. Сладострастный звук. Сладострастный звук. Слушаю и думаю, что грузинская речь. Смотрю направо, смотрю налево, никого нету бородатого, не знаю, черного. Ну что-то. Ты думал уже подсознание что-то тебе говорит. И смотрю, вдруг сидит Бесо, Брэндон, и говорит на грузинском языке. Говорит, неужели? Это ты говоришь? Я говорю, как? Говорит, я грузин. Ну, супер. И вот так и познакомились. Все-таки грузинская кровь повлияла, да? Да, да, да. На то, что вы стали дрожать вместе. Случайно. Гены нашли друг друга. Танк услышал. Тут, в общем-то, и скрывать нечего, конечно. Вообще не похож на грузинах. Но вот так и начали общаться. Через две недели сели в студию, и родилась песня «Она». И сразу же метель. А там песня «Она» написал музыку ты, да? Мы вместе написали. И музыку, и слова вы все вместе написали? Ну, мы написали музыку. Я начал играть, вахтанг напевать песню. Так родилась сначала музыка. Ничего себе. Потом мы проголодались. Говорит, пойдем-ка в кафе сядем. Напишем стихи. И будем думать, да, про текст. И у меня вот, когда мы сели, я говорю, сейчас кофе закажу. И тут кофе готовит. Помнишь? Да, да, да. Кофе. И, собственно говоря, с этого и началось. Кофе она готовит по утрам. И вы написали вместе текст? Нет, нет. Мы написали всего лишь эту строчку «Она кофе готовит по утрам». Я говорю, вот эта строчка должна быть. Остальное я отправил своему любимому другу Михаилу Сапожникову, которого почти все тексты мне написал. Спасибо, Михаил! Михаил Сапожников молодец. Мы сейчас смотрим и слушаем нас. С этим прекрасным текстом. Ребят, нам нужно и поговорить, и попеть достаточно. Сейчас чья очередь? Друзья, наши зрители-слушатели телеканала «Страна FM». У нас сегодня будут и совместные песни «Вахтанга» и «Брэндона Стоуна», но будут, конечно, и солирующие. Теперь, по-моему, я пою свою песню, которая называется «Самая красивая женщина-любимая музыка» Марьяна Майслас и наполовину моя, и слова также Марьяна Майслас. Кстати, это первая-единственная песня, которую я пою не свою, но она очень-очень красивая, поэтому с удовольствием исполню. Дивных глаз, чистота, силуэт движений, обронивший тени. Да, на века образ твой рисуя, сохранить хочу я так. В небесах ромко замираю, от любви сгораю я. Без тебя не могу прожить и дня без тебя. Самая красивая женщина-любимая Сердце стучит к груди, зная, что рядом ты. От любви улетать и в твоих объятий к чувствам прикоснуться, Что покорять сердце, что родной навсегда со мною. Ты так близка, мир переполняешь, сердце покоряешь мое. Вновь и вновь не могу прожить и дня без тебя. Самая красивая женщина-любимая Сердце стучит к груди, зная, что рядом ты. Самая красивая женщина-любимая Женщина-любимая Сердце стучит к груди, зная, что рядом ты. Самая красивая женщина-любимая Женщина-любимая Сердце стучит к груди, зная, что рядом ты. Зная, что рядом ты. АПЛОДИСМЕНТЫ Студия 89,9 Концертный зал Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов Добрый вечер, друзья. Телерадиоканал Страна.ФМ. Программа «Концертный зал». И у нас сегодня в гостях Брэндон Стоун. Вахтанг. Буквально 30 секунд назад Брэндон нас покорил своей песней. Самая любимая. Красивая, правда. Вахтанг, ну ты видишь, какие песни-то надо петь для женщин. Ну что, довела, довела. Самая любимая, самая красивая и все. А что нам еще надо? Когда Вахтанга доводят. У меня пока вот такая история. Самая красивая до поры до времени, правильно? А потом обязательно наступает момент. Самая красивая. Все, я тебе дам эту песню, будешь исполнять. Одна у меня будет воспаление. А я твою довела потом. Поменяем все с тобой. Кстати, видела ли ты Вахтанг, как на своих концертах Брэндон умудряется вставлять битбокс. Вставлять битбокс? Да. Бывает такое. Между песнями поет, поет. А потом как? Пускается. Почему ты мне об этом ничего не понимаешь? Ты понимаешь? Почему у тебя нет лицензии на битбокс от президента? Где лицензия? Смотрю, смотрю. Вы входите в федерацию. Извините. Я говорю, хоть научишься битбоксу. Где лицензия? Пиратствует. Он говорит, ты потерянный случай. Я потерянный случай, мне нельзя учить битбокс. Так я хоть смотрю, как ты это делаешь. Нет. Вообще, кто со мной близко дружит, они все рано или поздно начинают делать звуки как бы телом. Александра, ну, я думаю, что мы с тобой... Может, ты научишься битбоксу сейчас чуть-чуть? Ну, можно? Микрофон. Папа, можешь, наверное, говорить. Микрофон вот так ближе, да? Да. Ну, давай тогда, если можно. Может быть, у нас с Романом туда что-нибудь. Что, битбокс? Да. Ну, совсем чуть-чуть, раз уж кто попросил. Брэндон. А вдруг он меня потом возьмет в песню к себе куда-нибудь? Я буду там... Давайте попробуем что-нибудь из битбоксерских. Научить? Да. Сашку точно научишь, я... Очень легко научиться, на самом деле. Один звук, самое основное, называется бочка. Бочка. Чтобы его сделать, у тебя прекрасные губы красивые, и для битбокса очень хорошо подходят. Надо вытянуть... Боже, такой комплимент мне никогда еще не делал никто. Александра, губы подходят для битбокса, да. Каждое утро буду говорить. Ой, эти губы! Эти губы. Надо вытянуть губы вперед. Вот так вот. И сказать бу. 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 Браво, друзья. Отлично. Отлично. Самое главное я услышала. Я губы, прирожденные в битбоксерские губы. Ребята, возвращаемся, конечно же, к вам. Спасибо. У нас сегодня Бахтанг и Брэндон Стоун в гостях программы «Концертозал», телерадиоканал «Страна ФМ». Слушайте и смотрите обязательно. Так, что мы у вас хотели узнать? Мы хотели узнать, Александра, сколько языков знает Брэндон Стоун. Вот есть такой у меня вопрос. Ого. Расскажи, сколько… Ну, знаю, на скольких я сам говорю. На пяти языках я говорю, а пою где-то на семнадцати языках, да. Как? Даже не забытые языки, там, сатахтхари… Нет, я пою на суахили, кстати. Серьезно? А ты можешь напеть на суахили? Да. На суахили. Очень интересно, конечно. Впервые на «Стране ФМ». Дайте мне две секунды. Я должен её вспомнить. Ты поговоришь, скажи… Может быть, битбокс напомнишь? Да, битбокс, давай. Чуть-чуть, да. Рит, ты мне дали? А ты сможешь на суахили прочитать рэп? Просто это интересно. Откуда я могу на суахили? Ну, хорошо. Итак. Ну, давай. Поехали. Так. Так. Это два раза повторяется. Стала меняется, музыка не меняется. Ну, пусто. Очень красиво. Я думала, когда красивый голос, когда красивая музыка, даже, собственно, и не важно. Иногда можно даже текст на второй план. Но только… Ребята, вот сейчас нам… Накупенда Малайка – это мой любимый ангел. Накупенда – это моя любовь, например. Феноменально. Пять языков и на семнадцати. Накупенда Вахтанг сейчас поёт. Накупенда Вахтанга. Накупендес. Знаешь, я встану даже для этого дела. Спасибо, что предупредил. Просто Брэнд, он привык сидеть и… За роялем. За роялем, да. Супер. Рояль. А что мы поём? Довела. 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 Ты меня довела. Вообще, песня довела, да? Песня довела. Ну, давайте спорим, довела. А давайте, а что нам? Включат его, включат, боже мой. Что-нибудь запустите уже, пожалуйста. Ты как буря среди ясного дня. Или тихая река бескрайняя. Разговоры с ночи до утра. Ты красивая смотрела на меня. И я думал, что так будет всегда. После ужина луна романтика. Утопая в глубине твоих глаз, Не знал, что попал я на твои банты. И я в бутике потратил всё до нуля. Молчи сейчас. Забастся. Я хочу, что ты меня довела. А ты меня довела. Ты меня просто, просто меня довела. Ты меня завела, ты меня завела, плохо себя вела, ты это брось и бросьба, не названивай. Ты особо очень важная, подавая океаны, а не моря, ненасытная фантазия. Улетела навсегда, лети, в бутике потратил всё до нуля, лети, я хочу сыпаться, я хочу сыпаться. Ты меня завела, ты меня завела, плохо себя вела, ты это брось и бросьба, не названивай. Ты меня завела, плохо себя вела, время настало уважать мои правила. В глубинах аквариума пилила, как рыба пила, заплыла, запутала и подумал я, я хочу сыпаться. Ты меня завела, но меня завела. Ты это просто, просто меня добила Ты меня забила, плохо себя вела Ты эту просьбу не названивай Ты меня добила Александра Хайрулина и Роман Шахов Дорогие друзья, мы продолжаем программу Сегодня у нас в гостях Вахтанг и Брэндон Стоун Ребята, большое спасибо Что касается Сибаса, этой замечательной рыбы Вот я клянусь, только после этой песни Я эту рыбу попробовал Я тоже Она появилась в моей жизни, и я так рада Я полюбила эту рыбу Я тоже знал Сибас Спасибо, Вахтанг Спасибо тебе большое Два рыбоеда тебе Два рыбака и два рыбоеда Ну и конечно, их теологи тоже говорят Ну теперь есть хороший сбыт На любом мысли высказываешь То лицензия, то... Бери на вооружение Хотим немножечко попытать Вахтанга Ну то есть Брэндона Что если я смотрю на Брэндона Говорю Вахтанг, все Давай поменяемся Ты Брэндон, я Вахтанг Есть такое приложение, кстати, в телефоне Которое меняет Лиса, мне кажется Лиса, да? Итак, внимание, вопрос Брэндон Мы изучали биографию твою Долго-тщательно Она очень интересная Несмотря на твой Совершенно молодой возраст Надо, правда, смотреть в глаза И в паспорт Почти молодой Ну правда, очень много Интересных и интересных этапов Грузия сначала Потом страны И Америка И в Германии И в Германии Рассказывай, пожалуйста, что там его постим И ведь еще и высшее музыкальное образование при этом Консерватория И уже премия Грэмми в 20 лет Ну, не получал пока еще, правда, в 20 лет Но присутствовал на ней Или уже получал Я получил индонезийское, двойное у меня Вот так вот Двухкратный обладатель Грэмми Индонезии Кстати, это очень круто, потому что там очень много людей живут 250 миллионов человек Которые претендовали на Грэмми Моему любимому певцу Санди Сандоро Которого я Я с ним познакомился в Берлине И потом мы поехали на новую волну Он взял первое место Стал очень известным певцом в Индонезии Номер один вообще И все песни, которые он поет Все я спродюсировал Начиная с первой же песни Которая стала мега-хитом Индонезии И вот за эту песню И потом уже за альбом я получил Его первые вот в пяти номинациях Грэмми Индонезии Он выиграл все пять И один из них лучший продюсированный альбом года И вот пригласили меня в Джакарту На пресс-конференцию И вручили такую приятную статуэтку Я говорю, ух ты, Санди, как же приятно Спасибо тебе Не зря я ходил возле метро Также прекрасной наградой Можно и засчитать тебе И первые места там в хит-парадах За границей твоих песен Германия, Испания Откуда вы все знаете? Я уже забыл У нас есть специальные люди, которые ищут информацию Достаточно юном возрасте Тебе уже удалось сделать много чего Того уже, к чему люди просто идут целую-целую-целую жизнь Ну это вот тогда было хорошее время Тогда еще пластинки продавались Потом все стало намного хуже Вот Но вот в то время удалось Одно, кстати, моя новогодняя песня Попала в хит-парад Испании на первое место Совершенно случайно Тогда не было интернета Знаешь, ты в хорошее время родился уже Как-то начало развиваться Вот так было когда-то время без интернета На пластинках выходил, скажи мне На кассетах, потом диски На бобинах На бобинах, блин На бобинах, да, тоже было такое Нет, диски В нем былый год, по-моему, была твоя песня Да, да, да И когда делали рассылку по радиостанциям Какая-то радиостанция Испании, знаю, как Перехватила к себе эту пластинку Начала играть И потом нам прислали Такую Выпечатку такую Из Испании Поздравляем, вы на первом месте А на втором Робби Уильямс Я говорю, ни хрена себе Хорошая компания Это Робби Уильямс сказал по фразу первую Да, да, да Давайте сейчас попоем, ребят Сейчас у нас Брэндон Стоун поет Композитор, а с недавних пор еще и поэт Да, ты же не стал Относительно недавно Писать слова Относительно недавно стал слова писать сам Да, да, я в 30 лет как-то стукнула по башке И я начал В хорошем смысле этого слова Да И я начал писать слова О том, кто уже стукнул тебя по башке Мы чуть позже поговорим обязательно Потому что это известный факт Да, но эта песня многие уже видели Я посвятил своей любимой супруге У которой, кстати, завтра день рождения Я лечу к ней А как зовут ее? Наташа Наталья Большие привет Спасибо, это хорошо Так что песня «Ангел» Небо, звезды и луна Образ нежный твой Улыбаясь И попрошу У неба я Тебя, мой ангел Ангел Я знаю Ты слышишь Как бьется сердце Ангел теряю Но знаю я Но знаю я Что ты Ты одна навсегда Что нам сильные ветра Не сломать Не сломать любовь Не сломать любовь Скованной на века И пою Лишь об одном Сохрани любовь Сохрани любовь Не думай Ни о чем Я плачу Улыбаясь И попрошу У неба Я Ангел Я знаю Ты слышишь Ты слышишь Как бьется Сердце Ангел Теряю Но знаю я Что ты Ты одна Навсегда Попрошу У облаков Небесный свет Попрошу Чтобы хранил Тебя от бед Мой любимый Человек О, ангел Теряю Теряю Но знаю я Что ты Ты одна Навсегда Ты одна Навсегда Навсегда Браво! Браво! Это Ария! Я хотел сказать У меня было ощущение И вот сейчас Мне кажется Многие мужчины Отложив все дела Набирают сообщения Своим любимым Со слезой Говорите почаще Я тебя люблю Почаще Потому что это очень важно Я думаю что Наталья Наверное невероятно счастлива Я уже сразу говорю Просто в эфире Мы вас любим друзья Да, наши любимые Женщины Это так приятно Что у нас есть С кем можно поделиться Такими песнями И если у кого-то нет То желаю в этом году Найти настоящую Красивую любовь Аминь Пусть именно так и случится Брэндон Ты как-то признался Что ты очень много песен написал В Германии И они там Так или иначе звучат где-то И ты сказал в одном интервью Что немцы не понимают Русскую душу И русскую музыку Что тебя даже Девочка твоя Коллега твоя Помогает тебе И сразу говорит Она немкая настоящая Что эту музыку не поймут немцы Эту музыку не поймут Вот эту вот Которую вы сейчас слушали Тоже не поймут Не поймут немцы Я думаю эту песню могут все понять Но музыка там волшебная А немцы нет Там же столько любви В Италии В Испании Очень любят эту песню А в Германии Они считают Что эта музыка Очень сладкая Слишком Супли в меду Такое выражение Ну она сладкая Ну так и есть Но в принципе Очень душевная Самое главное Это теплая песня А битбокс понимают в Германии Нет? Битбокс понимают в Германии Битбокс понимают в Германии Битбокс понимают везде Вот единственное Получается направление Собственно С которым ты Не прогадаешь С каким-то французом Делал батл Кстати Интересный факт Я вам скажу просто про вас Расскажи нам пожалуйста Я участвовал когда-то В Голосе Германии Не в России Даже так? Да это тоже прошел Четыре года назад И когда ко мне повернулся Мой наставник Он является Мега самым крутым Соул певцом Германии Его знают все И когда я уже попал в команду Там Потом начали дружить Просто я к нему домой приезжал И когда вышла песня Она с Вахтангом Он говорит С кем это ты интересно Дуэт записал Я говорю Да есть в России Такой офигенный битбоксер Вахтанг И он такой Я знаю его Я говорю Да да конечно Откуда он тебя может знать Он говорит Я знаю Вахтанга Я говорю не может быть И он пошел в Ютуб Нашел твое видео Говорит вот он Вахтанг С Аленом Ты знал об этом Вахтанг? У тебя такие поклонники Он говорит Я хочу с ним дуэт Пока не Нажми Кнопку набери Вахтангу Мне нужен дуэт С лучшим битбоксером страны И дальше И дальше Мы все пытаемся сделать этот дуэт Потому что у него времени нет Никак не вызовет Германию Но я очень надеюсь Что в этом году Очень получится Но реально было так приятно Что как раз Вахтанга знает И показал все его Я даже не видел Вахтанга Как он с французом делает батл Ну я много с кем делал батл Ну в принципе Как бы этот Ну да всех и не помнишь уже Конечно И у всех выиграл А они все тебя помнят Между прочим Вот видишь как Вахтанг Это настоящий большой человек Посмотрите на меня Споешь нам пожалуйста Сто килограммов Сто килограммов кстати Да Ну это нормальный вес Сто килограммов улыбки и творчества Девочки готовьтесь Сто килограммов Хорошего человека И он опять встает Я не могу или нет сидеть Рассказывай что мы сейчас послушаем Мы сейчас послушаем песню Песню Я думаю что споем мы песню Называется «Ты и я» Всего лишь «Ты и я» Классная песня Всего лишь это все Все Да Мы любовь сейчас Весь мир в этом да О Ничего себе Ай Люди-люди Эй Я бежал впереди Проливного дождя Перепутаны мысли И ты уже не моя Пытался забыться Но увидел тебя Каждой капле на лицах Каждый блик и плея Моя душа обвенчалась С мечтой о тебе Мне сдерживают слезы Нет больше сил И тысячами обручальных колец По улицам дождь мою тайну разлил Стоп, не покидай меня В твоем с тобою быть судьба моя Но ты и я, но ты и я Моя мелодия, ми-я, ми-я, ми-я Но ты и я, но ты и я Моя мелодия, ми-я, ми-я, ми-я Загнанным зверем Потеря нести Тебя не любить И не помнить прости Но из этой клетки Мне не выйти никак Но будут порваны цепи Дай только знак Стоп, не покидай меня В твоем с тобою быть судьба моя Стоп, не покидай меня Я не знаю, как прожить в разлуке дня Но ты и я, но ты и я Моя мелодия, ми-я, ми-я, ми-я Но ты и я, но ты и я Моя мелодия, ми-я, ми-я, ми-я Хочу изменить все Но над нами не случайно Так ярко искрить все Звезды просят обещания Но ты и я, но ты и я Моя мелодия, ми-я, ми-я, ми-я Но ты и я, но ты и я Моя мелодия, ми-я, ми-я, ми-я Но ты и я, но ты и я Моя мелодия, ми-я, ми-я, ми-я Но ты и я Браво! Моя мелодия, ми-я, ми-я, ми-я Роскошная Еще можно строчку иногда переделывать Стоп, не покидай меня Ну классная правда Вахтанг, Брэндон Стоун Телерадиоканал Страна ФМ И программа Концертный зал Значит, Брэндон Стоун у нас Пять лет, да, или сколько С Михаилом Задорновым сотрудничал? Вы это знаете И три, три или восемь Уже восемь даже, да Это бесконечные гастроли Участие в концертных программах Со своими песнями И ты признавался, наверное, что Именно Михаил Задорнов тебя научил Говорить по-русски, писать Читать поэзии И наконец-то тебя почитать Да, все правильно Это все Это правда Ребят, а я хотела в свою очередь Вот что у вас узнать Вахтанг, чему ты у Брэндона учишься? Или, может быть, уже научился? Чему он смог тебя научить? Что ты взял для себя? Что ты посмотрел такое Чего не видел иногда в других? Ну и ты, Брэндон, тоже подумаешь Что Вахтанг тебе дал? Ну, я думаю, что Вообще Брэндон Помог, так сказать Я просто петь стал Совершенно недавно, вообще Мы знаем Мы же это уже громко объявляли Когда ты сменил Профориентацию Второй раз Профориентацию Как называется это перевоплощение Вахтанг певец Мы помним это громкое заявление Профориентацию Профориентация В общем, даже это случилось Благодаря Брэндону, да? Получается Благодаря Брэндону это случилось? Ну, отчасти, да Отчасти Все вокруг меня об этом говорили просто, да И в какой-то момент просто Просто Брэндон помог мне сделать аранжировку Собственно говоря, завершить начатое У меня просто много разных песен В разных стилях Сейчас как раз таки Он талантливый человек, конечно Почему он должен определяться? Он во всем должен быть Во всем, да Просто в разном направлении В разных стилях И надо определиться, наверное В какую сторону двигаться дальше И сейчас как раз таки Вот это становление происходит И Брэндон И Брэндон рядом Здорово Брэндон рядом Он помогает, он уже Я знаю, чему я тебя научил Одну вещь Ну Пунктуальности Пунктуальности Он иногда знает, что Я, кстати, самый пунктуальный был человек До Брэндона Очень То есть ты думал, что ты пунктуальный Пока не встретил Брэндона Я никогда не опознал Я всегда приходил вовремя Всегда Четко А теперь просто он приходит раньше Раньше Тебе еще раньше приходит Брэндон, ну а тебя-то чему-то смог научить Вахтанг? Да Битбоксу? Нет, битбокс ты меня не учишь Это вы поняли, да Это вот прокол твой Передается сам Просто передается, да Потому что ты рядом И приходится Битбоксу, который у вас учился Губами Что-то там начинает получаться Как я говорю Вот Но Вахтанг, конечно, очень много Вот нового музыкального Внес в мое творчество Потому что пока Не было Вахтанга Я мыслил чуть-чуть по-другому Музыкально И когда Да-да-да По-немецки немножко, наверное Нет, не по-немецки По-европейски Но не так Как я хотел сказать Модерно? Да Слышишь, как они уже общаются Как я хотел сказать Не так модерно То есть он внес вот эту модерность И форматность музыки В мою музыку То есть получается У нас такой тандем Я играю А он вот так модерно это все делает Что оно становится хитом Потому что Вахтанг Это вливает вот свое То, что он умеет делать И то, что ему Богом дано сверху И поэтому у нас такой тандем получился Какое счастье, правда Что у вас небеса Смели вместе Пожатие рук Сейчас двух друзей Коллег поцепок И время песни Необходимо следующий номер Уже А, песня, песня Что у нас сейчас А следующая песня Все мое Которую мы так же совместно С Вахтангом написали Мне Любезно Мы так пишем То есть пишем Вахтанг Ну раз я тебе Сделал фонограмму Довела Теперь помоги мне Я говорю с песней Все мое Так не было, кстати Просто сели дай сделаю Нет, ты сказал Я хочу тебе тоже помочь Так как же было на самом деле Друзья, мы узнаем с вами После песни После песни Так что можешь Можешь подпевать эту песню Так же и все вместе со мной Песня Спасибо большое Поехали Поехали Все мое Все мое Я не знал, я не знал Ни печали, ни тревог, ни забот Я не знал, я мечтал Что меня такое счастье найдет Красивая, стильная, дерзкая Достоинств не перечесть Мне говорит, принимай меня как есть И что же она говорит? Все при мне и все мое Все мое И все мое Остальное лишь вранье Все мое Все мое Все мое Не хочу, не хочу Спорить снова со своей судьбой Я кричу, я кричу Что родился под счастливой звездой Красивая, стильная, дерзкая И мой покой забыт Мне улыбаясь снова говорит И что же Все при мне и все мое Все мое Остальное лишь вранье Все мое Все мое Еще раз Все при мне и все мое Все мое Да все мое Остальное лишь вранье Всё моё, всё моё, всё моё Я знаю, всё при мне и стою я того Чтобы меня могла ты выбрать одного И пусть пытаются другие увлекать Ты со мной, я буду повторять Всё при мне и всё моё Всё моё, всё моё Всё при мне и всё моё Всё моё, всё моё Остальное лишь раньё Всё моё, всё моё, всё моё Все вместе Всё при мне и всё моё О да, о да Всё моё, всё моё Всё моё, всё моё Остальное лишь раньё Всё моё, всё моё, всё моё Страна ЭПМ Всё к лучшему Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым Спасибо! Друзья, продолжается Программа ещё не закончилась У нас Вактанг и Брэндон Стоунс Спасибо большое тебе, Брэндон Замечательная песня, очень весёлая Девушка, мне нравится, да? Всё моё, всё моё Брэндон, скажи, пожалуйста Правда ли, что когда-то у тебя был шанс поиграть на рояле Элтона Джона? Вы даже это знаете? Ну, мы это тоже знаем Когда-то я записывал Писать альбом И смотрю, там красивейший красный рояль стоит Длинный, ещё такой огромный У него одну октаву больше, чем у нормального рояля Я говорю, а что он такой большой? Он говорит, а у нас, говорит, неделю назад Элтон Джон писал И забыл ещё увезти Он обычно возит, оказывается, с собой на самолёте свой рояль, чтобы писать Он говорит, он ещё его не увёз Я говорю, с удовольствием запишу все три песни на его рояле Так все три песни на рояле А знает ли сэр Элтон Джон об этом? Ну, это его не должно интересовать В каких пользах он использовал свой рояль Поэтому сэр Элтон Джон, по-моему, не знает Ну, что делать? С места встал, как говорится, рояль потерял Потом, знаешь, потом, наверное, когда увёз рояль, проверяя Это там одна нота западает Подумал, нифига себе Кто-то там стучал, неправильный человек Нет, всё было хорошо Я сыграл очень спокойно и очень красиво Так что, да, удалось Ребята, ну, мы сейчас хотим вас с Ромой попросить Исполнить фрагмент той самой песни С которой вы принимали участие в отборочном туре на конкурсе Евровидения Может, по битбоксу? Мы хотели попросить, да, и битбокс, чтобы Вахтанг исполнил И фрагмент этой песни Поэтому, если как-то удастся нам это всё сожжить Давай, наверное, ты начнёшь с битбокса Давай уже сделаем этот трек, покажем, что же это было Что же это за ситуация такая интересная Какой? Уже вот этот трек покажем? Конечно, сразу Сразу, а потом ты перейдёшь Не-не, я никуда не перейду, я останусь здесь Зачем мне куда-то уходить? Можно, я думаю, убрать ревер? Не, может быть, чтобы битбокс был слышно И Брэндон исполнит Раз Раз, два Эй, а, ты тоже убрали Ну ладно, окей Как там, какой у нас там ритм был? Кстати, вот Брэндон А, да, да На что, четыре, да? Раз, два, три, четыре ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так Роскошно, ребята Шикарная вещь На самом деле Ну, да, честно скажу, жалко Мне кажется, что Грузия Все-таки попросим моего друга Сделать такой классный Вот битбокс Я подумал Я подумал, у нас еще есть песня одна Да Волшебная Которую очень хочется спеть Ты не хочешь, да, делать битбокс? А ты не хочешь, почему? Я хочу просто делать, потому что микрофон, он должен быть Ну да, он должен по-другому звучать Ну да, он должен по-другому звучать Но я просто подумал А вот так А вот сейчас вот послушаем Сейчас что-то сделали Послушайте сейчас, пожалуйста Сделайте, пожалуйста, звук режиссера нашего жанра Сделайте вахтангу битбокса А вот так вот? Сейчас лучше? Вы что-нибудь исполняете Битбокс, а? Да-да-да Здравствуйте Чемпион мира по битбоксу Президент федерации битбокса Восьмикратный чемпион мира Все, Александр Ага 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 Дорогие друзья Мы только что прослушали Гимн планеты Кибертрон Браво Вахтанг и Брэндон Стоун Сегодня в гостях У программы концерта Зал Цель радиоканала Страна ФМ Ребят, спасибо вам огромное За то, что вы сегодня дарите нам Столько потрясающих эмоций И шикарной своей композиции Ну естественно Не можем не спросить Ваши ближайшие творческие планы На семнадцатый год А что у вас В загашниках? А вот я знаю Вахтанг встречал Новый год На сцене Да Он выступал В городе Сочи И пожелал Всем-всем-всем Людям Чтобы год Сложился очень удачно Логично В общем И побольше концертов Хороших себе Да, конечно Я пожелал Всем артистам Хороших Побольше концертов Чтобы люди веселились Чтобы люди радовались Даже в самую тяжелую ситуацию Надо человеку радоваться И, не знаю, улыбаться Но новые песни в планах есть? Ты же ночами в студии сидишь Конечно, конечно Надо сидеть и делать до конца Добивать все песни Чтобы люди услышали Что звучит внутри Сейчас пойдем Последнее И уже пора как-то альбом собирать Собирать Сольный У Брэндона как раз таки Восемьсот песен Я, как минимум, хватит Мы готовились-то, готовились Но чего мы не узнали Брэндон, сколько у тебя в итоге альбомов? Ты сам знаешь? Да, вышли Альбомов где-то 3-4 Три, наверное Потому что я обычно пишу-пишу Но меньше себе Больше другим Хватит уже Концерты в этом году Запись новых песен Правильно? Да-да-да Концерты Тур мой Такой мини-тур Мартовский тур В марте Начиная с 1 марта 10 февраля Город Дудинка Это Норильск Вот возле Норильска Там есть такой город Там сольный концерт Вот это в феврале А вот с 1 марта Челябинск Челябинская область Город Аша Златоуст Там какие-то еще очень Интересные города Вся информация в интернете Да, вся информация В интернете На сайтах На страничках В соцсетях Можете посмотреть И весь месяц Будет сольный тур Я очень хочу Чтобы мы с Вахтангом Кстати, тоже проехались По матушке России Вдвоем Удачного года Ребята, вы вместе Что-то невероятное Вы действительно Вы по отдельности Шикарные артисты Но вдвоем Это вообще такой коктейль Безумный просто В самом хорошем смысле слова Вахтанг Брэндон Стоун Сегодня у нас в гостях И песня Да Она Специально для вас Сегодня Она Ей Я мечтал, чтоб ночи были не одинокими Кажется, услышали меня в небе ангелы Я и она Я не один Снова мир вокруг Состоять из двух половин А там, где она Рвется струна И я теряю контроль Над самим собой Над своей судьбой В этом В этом Рой Что за ерунда Что за глупости Ведь она моя Ты меня прости Вахтанг И не грусти Мне она не меньше В любви клялась Не могу поверить Что меня предаст И навеки поссорит нас Она Кофе готовить по утрам Она И одеяло пополам Она Мощь сумасшедших и деполна Она Она Ты наверно ошибаешься, брат Но поверь, я в эту мне виноват Брось стоять со мной Лучший джим с тобой Я теперь ее герой Как бы не так Ты мне не враг Предупреждаю тебя Красота и власть Это шанс пропасть Знаю, знаю я Отражаюсь в ней Словно в зеркале И проблемы все Как бы мелкие Когда я с ней Помогла самим Мне собою стать И ее ты хочешь У меня отнять А хочу отнять Но моя к ней любовь сильней Ага Кофе готовить по утрам Она И одеяло пополам Она Вновь сумасшедших идей полна Она Она Там, где она Внется струна И не моя Не твоя Тон вина Чтобы друзьями нам оставать Пусть она Примет решение Я или ты Ты или я Это решает Она Пусть одна Она Пусть одна Она Кофе готовить по утрам Она И одеяло пополам Она Вновь сумасшедших идей полна Она Она Только моя Вахтанг Брэндон Стоун Программа Концертный зал Цели радиоканала Страна ФМ Спасибо огромное! Спасибо! До новых встреч! До встречи! До встречи! Всего самого хорошего! Вам также спасибо! Всего доброго!